Динамо и Кубок Для наших зрителей приготовлены эксклюзивные видеоматериалы с этих матчей. Игроки Лады в роли звезд глянцевых журналов. Фотосессия на льду Лады-арены. Турнир памяти Владимира Михайловича Москвитина. Эмоции победителей. Очередную выездную серию Лада начала матчем с Динамо. И начала его хорошо. Чему способствовала и поддержка московской части болельщиков клуба. По ходу матча Лада имела преимущество в две шайбы. Но удержать его не удалось. Динамовцы сравняли счет. А на последних минутах вырвали победу. Замена вратаря на полевого игрока результата не принесла. Итог. Поражение со счетом 4-3. Двоякое впечатление. Поначалу как бы вели 2-0, все спокойно. Потом вели 3-1. И где-то, я не знаю, где-то не хватило. Скажем так, отдали свои очки. Потому что, не знаю, так, наверное, играть нельзя. Вот. Идя в счете. Обидно, обидно проигрывать. В матче против Кубани Лада усилиями Евгения Гасникова смогла забросить лишь одну шайбу. А пропустила три. Эта победа позволила краснодарцам подняться на вершину турнирной таблицы. Лада же, наоборот, оказалась на пороге вылета из зоны плей-офф. Реабилитироваться Лада смогла в Альметьевске. Куда за командой отправилось несколько десятков болельщиков. Дважды в течение матча Лада имела преимущество в две шайбы. Но если один раз хозяевам удалось догнать оторвавшихся гостей, то на второй такой подвиг не хватило ни сил, ни времени третьего периода. Итоговый счет 5-4 в пользу Лады. Эта победа позволила тольятинцам взобраться на 11-е место. В то время как альметьевцы остались на 17-м. Но не будем забывать, что теперь у обеих команд по 21-му сыгранному матчу. Больше, чем у других команд лиги. А завтра станет еще больше. Ведь завтра обе команды вновь скрестят клюшки. Но на этот раз на тольяттинском льду. В Тольятти завершился турнир памяти Владимира Михайловича Москвитина, в котором принимали участие 6 команд 2005 года рождения. Турнир берет свое начало с ноября 2004 года, когда было принято решение увековечить память детского тренера, многие годы трудившегося в Тольятти. Вначале в команде мастеров, а потом и в детской хоккейной школе через его руки прошло много талантливых ребят. Идея проведения соревнований принадлежит бывшим коллегам Владимира Михайловича, тренером Николаю Комарову и Виктору Чечелю. Победителем турнира стали ребята из Альметьевского нефтяника, не потерпевшие ни одного поражения. В последний день они разгромили аутсайдера соревнований и магнитогорский металлург со счетом 10-1. Тольяттинская «Лада» могла рассчитывать на итоговое четвертое место. Для этого было необходимо обыгрывать уфимский Салават Юлаев. Но ведя в счете за 10 минут до конца третьего периода, тольяттинские мальчишки пропустили две шайбы, отдав победу уфимцам. Второе место завоевал пензенский «Дизель», третье у казанского «Акбарса». «Лада» стала лишь пятой, одержав всего одну победу. Если брать итоговое место, то оно, конечно, не такое удачное, как хотелось бы. Но ничего страшного, в этом возрасте, я думаю, еще все впереди. Хотя бы увидели, над чем работать, куда стремиться. Позвали хорошие команды, разные школы, несколько с Поволжа, несколько с Урала. Посмотреть, кто к чему идет, кто над чем работает. Ну, будем стараться подтягиваться. Нас ждет через полтора месяца турнир в Альметьевске. В октябре несколько хоккеистов тольяттинской «Лады» приняли участие в фотосессии для глянцевого журнала. Парням предстояло необычное занятие. Выйти на лед, но не в привычной игровой форме, а в модной одежде. И нужно сказать, что стараниями Владислава Соколова и специалистов журнала наряды на парнях сидели, как на заправских моделях. Прикольно поучаствовать в таком проекте. Отвеличься от хоккея, отвеличься от тренировок. Ну, не знаю, посмеяться. Хорошо одеться, хорошо выглядеть. Все здорово. Помимо Андрея Спиридонова, в фотосессии приняли участие Алексей Мострюков, Михаил Чурляев и Василий Мордвинов. То есть костюм только один раз до этого, не волнув на свадьбу? Свадьбу. Короче говоря, давайте сейчас сделаем кадр. У нас времени прям мало. Нужно будет сделать динамику. Такой кадр здесь на льду. Вы должны быть с четвером. Трое должны из вас, сейчас поймем кто, стоять достаточно статично. Будет шайба, вы стоите с клюшками. И должен быть один чувак из вас, который, если, я не знаю, так можно будет сделать или нет, резко подлететь, сделать, ну, как бы, не знаю, затормозить так, чтобы были брызги такие шуф от льда. Реально так сделать, нет? Ну, то есть немножко такой чуф. Ну, все, как просто вставать и делать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...